Друзья, всем привет! Это Илья. Смотрите, ребята, вот ровно год назад мы использовали японские визы до того момента, пока я не запустил эту информацию на наш YouTube-канал. После этого бесплатная виза в Японию стала стоить уже сначала 100 долларов, потом 2000 долларов. То есть мы до этого пользовались, люди въезжали в Мексику по японской визе, потом мы эту информацию дали людям, и все благополучно поехали в Мексику. Вопросы въезда в Мексику. Часто мы на своем канале даем ту информацию, которой пользуются другие блогеры, туристические компании в ваших странах. В общем, к чему я все это веду, ребята? Хорошая новость. Мы делаем второй канал, закрытый канал, на котором у нас будут свежие отзывы людей, которые сейчас находятся в США и въехали через Мексику, без закрытых и замазанных лиц. Это люди, которые находятся сейчас в Мексике и готовы поделиться той информацией, о которой вы не знаете. Это все будет на нашем закрытом YouTube-канале. Здесь, на этом канале, где вы сейчас это смотрите, я буду выкладывать периодические ролики, но информационные загрузки они нести не будут. Потому что наша информация, ну она на самом деле очень трудно добывается. Мы тратим на перелеты, мы тратим на гостиницы, мы ищем какие-то связи и так далее. Почему мы сейчас все это должны давать в открытом доступе? Этого больше не будет. Хотите узнать о Мексике, об этом пути больше? Заходите на наш закрытый канал, который вам даст наш менеджер по ссылке. Смотрите то, что вам нужно исключительно для наших клиентов, либо для тех, кто начал с нами взаимодействовать. Простые зеваки, простые праздные там любители что-то посмотреть на халяву, ребята, все, для вас это закрывается. Сами пробивайте Мексику, сами решайте, как туда въезжать. Сами ищите пути и возможности. Все, больше этого не будет. Сейчас я нахожусь в Кашемине к вопросу о том, можно ли получить визу в США гарантированно. Да, можно. Можно ли ее получить здесь, в Кашемине? Да, можно. Как это можно сделать? Все это будет на нашем закрытом YouTube-канале. Удачи вам всем в эмиграции. Всем всего доброго. Пока.